в прошлый раз мы говорили о сплайнах и так мы построили кубический сплайн мы построили кубический сплайн с 2 для функции и так у нас был ну для определенности отрезок 0 1 он был мы взяли точки x 0 это равное нулю там x1 и так далее x n большое так сейчас и с индексами давайте xm большое да и вот для мы и пусть у нас есть за задана функция f от x в точках x0 так далее xn мы построили кубический сплайн с 2 от x так почему с 2 от x то есть эта функция которая давала минимум функционалу интеграл от 0 до единицы с 2 штриха от x в квадрате dx наклад мы минимизировали мы минимизировали это на к на классе так на к на классе на классе функций которые значит и так с 2 у нас с мы уже множество с на классе к и как к это был класс функции с от x таких что в точках x это они принимают значение f от x и т да и мы доказали что так ну и на к на каждом отрезке с обладает определенной гладкостью и на всем отрезке он обладает тоже 3 производные у него непрерывно вот то что мы доказали то есть мы построили на самом деле это был кубический сплайн вот я сформулировал теорему без доказательства о сходимости о сходимости сплайнов на самом деле вот эта теорема да а именно что имеет место оценка норма f карта минус с 2 карта рука это номер производной там цену в данном случае 0 1 это меньше или равно какой-то константы какой-то константы ну c маленькая на аж в степени 4 минус к ну-ка у нас меняется от 0 до до 3 то есть оказывается что сплайны приближают не только саму функцию но ее производные то есть в каком-то смысле они являются более гладкими по сравнению с интерполяционными многочленами так ну вот но вот это вот теорема она на самом деле доказать доказывается для и так для того чтобы доказать эту теорему надо взять но наложить условия в точках x0 и xn но сплайн с 2 то есть у нас у нас когда мы когда как когда мы строили сплайн когда мы строили сплайн с 2 у нас естественным образом получались условия что с 2 штриха с 2 2 штриха в точке 0 равно с 2 штриха 2 в точке 1 но это соответственно x0 и xn большое равнялось нулю но вообще говоря вот это условие она она в каком-то смысле неправильная почему ну с какой стати с какой стати у нас функция о которой у нас в общем-то информации мало мы знаем ее значение в точках и знаем ну есть и какие какие-то условия гладкости мы знаем вот с какой стати там вторая производная в конце будет равна нулю то есть эти условия при доказательстве вот этой теоремы при доказательстве вот теоремы об аппроксимации кубическими сплайнами функции от этих условий отказываются и стали совершенно другие условия которые которые получаются следующим образом и так ну для определенности рассмотрим точку 0 берем четыре точки вот самое самое крайне значит x0 x1 x2 x3 значит строим интерполяционный многочлен лагранжа по трем точкам строим интерполяционный многочлен лагранжа интерполяционный многочлен Лагранжа по этим точкам, по точкам x0, x3. Так, построили. После этого мы берем производную этого многочлена, вторую производную, и полагаем с 2, 2 штриха от нуля равно L3, 2 штриха от нуля. Можно выписать конкретной формулой. Можно выписать конкретной формулой. Ну вот теорема о близости, она доказывалась как раз для случая, когда в конце, когда в конце вторая производная находилась вот из этого условия. Из этого условия. Так, ну теперь еще несколько слов вот про кубические сплайны, ну и так далее. Ну, можно было бы рассмотреть сплайны пятого порядка. Ну, соответственно, мы бы тогда минимизировали функционал, мы бы поставили третью производную, третью производную, и так далее. Вот. Ну, мы видим, что получается, мы видим, что получается сплайны все время вот из минимизации функционала, вот из нашего построения следует, что получаются сплайны нечетного порядка. Встает вопрос, отчетный порядок существует у сплайнов или нет. Ну, вот есть исследования на этот счет, но они не многочисленные. Вот. Ну, как-то они особого такого применения в приложениях не получили. Поэтому здесь мы останавливаться не будем. Итак, вот те сплайны, которые, ну, в частности, вот кубический сплайн, который мы построили, он является интерполяционным. То есть это сплайн интерполяционный. Ну, для того, чтобы его, значит, найти, нам надо решить систему линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей. Это система хорошая, у нее есть строгое диагональное преобладание, ну и так далее. То есть все замечательно. Но есть, у этого сплайна есть один существенный недостаток, который заключается в следующем. Вот предположим, что у нас значение функции, но они у нас поступают из какого-то прибора. Вот. Из какого-то прибора. И у нас есть, ну, скажем, какой-то графопостроитель, который вот при получении значений функции строит график. Строит ее график. Ну, понятно, что в режиме реального времени строить такой график невозможно. Потому что для того, чтобы построить сплайн, для того, чтобы построить кубический сплайн, нам необходимо, нам необходимо знать все значения функции. от f от x0 и так далее до f от xn. Только тогда мы сможем его построить. То есть этот сплайн, он не носит локальный характер. То есть значение сплайна s2 в точке x зависит от значения функции во всех узлах. Встает вопрос, а можно ли построить такое же хорошее приближение к функции? Ну, желательно с такими же оценками. Но чтобы у нас вот эта зависимость, то есть зависимость сплайна от x, зависимость этой приближающей функции от x, она носила локальный характер. То есть значение в точке x, оно зависело от нескольких, от значений функции в нескольких ближайших узлах. Ну, вот оказывается, что в общем случае этого сделать нельзя, и мы обязаны чем-то пожертвовать. Вопрос, чем пожертвовать? Ну, вот у нас есть такое жесткое условие, да? Вот у нас есть жесткое условие, что сплайн должен обязательно совпадать со значением функции в узлах. Ну, на самом деле это условие, оно не очень важное. Почему? Да потому что значение функции, как правило, и так задаются приближенно. Они задаются приближенно. Поэтому, ну, это условие, вообще говоря, можно ослабить или проигнорировать просто. То есть, вот оказывается, что если мы вот это условие, откажемся от выполнения этого условия, то можно построить, можно построить сплайн, ну, он не будет классическим интерполяционным сплайном, да? Вот. Вот. Эти сплайны будут называться аппроксимационными. То есть аппроксимационный сплайн, это сплайн, это тоже сплайн, но для этого сплайна не выполняется условие. Значит, значение сплайна в точке в узлах, где заданы значения функции, они не будут равны, в общем случае, значениям функции. Ну, все остальное будет выполняться. То есть на каждом отрезочке будет, это будет полином какой-то степени. Ну, и там все производные до нужного порядка, они будут, ну, до порядка n-1, где n это степень полинома. Производные сплайна до n-1, они будут являться непрерывными. Такие сплайны называются аппроксимационными. Аппроксимационные сплайны. Так, ну я просто расскажу, как эти сплайны строятся, без всяких доказательств, вот, и для случая равномерной сетки. Для случая равномерной сетки. Итак, пусть у нас, значит, есть шаг h, ну, как и ранее, будем считать, будем рассматривать отрезок 0-1. Пусть у нас h это единица делить на n большое, ну, и х это равно и умножить на h. То есть будем рассматривать все на равномерной сетке. Итак, ну, введем для начала функцию b от x, которая устроена следующим образом. Вот я нарисую картинку. Значит, вот это вот 0, 1, 2, минус 1, минус 2. Итак, эта функция должна быть устроена так. На каждом отрезочке, вот здесь, значит, каким условием она должна удовлетворять? Первое, b отлично от 0 только на отрезке минус 2, минус 2, 2. Дальше она автоматически равна нулю. Второе условие, второе условие, b это полинон третьей степени. Третья степень, для всякого отрезка, для всякого отрезка, какого? И плюс 1. Так, третье условие, у нас непрерывность должна быть, да? У нас эта функция должна быть, так, у нее, значит, b, b' и b2' непрерывный. Непрерывный. Ну, давайте посмотрим, сколько у нас, ну и, соответственно, она должна быть симметричной, да? Четвертое там, b от x равно b от минус x. То есть надо строить только для правой, для правой половины, ну а для левой просто симметрично все будет. Ну, давайте посмотрим, что же у нас будет, во что это все выльется. Итак, сколько у нас степеней свободы? Итак, здесь многочлен третьей степени, здесь многочлен третьей степени. То есть у нас 8 неизвестных. 8 неизвестных. Так, сколько уравнений? Сколько уравнений? Итак, в этой точке у нас b непрерывно, первая производа непрерывно, вторая производа непрерывно. Значит, у нас три условия здесь. Три условия. В этой точке опять функция непрерывно. Первая производная тоже 3, да? Так, теперь в этой точке, в точке 0, у нас функция должна быть непрерывно, первая производная непрерывно. Ну и так, по поводу второй производной, сейчас посмотрим, что там со второй производной. Что там со второй производной, посмотрим. Значит, так, 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 так. Итак, сейчас я подумаю. А, ну поскольку мы четным образом продолжаем, значит одно из условий у нас просто вылетает. Одно из условий у нас просто вылетает, поскольку первая производная автоматически будет равна нулю. Первая производная автоматически 0. Значит, здесь, в этой точке будет у нас одно условие, да? В этой точке у нас будет... Так, почему одно условие? Так, ну давайте я просто выпишу, чему эта функция b равна. Чему эта функция b равна? Вот, а потом мы посмотрим. Итак, значит, b от x это будет равно, так, 2 трети минус x квадрат плюс 1 вторая модуль x в квадрате. Это при x по модуль меньше или равна единице, да? Сейчас посмотрим, я тут со знаком просто не помню, что получилось. Так, теперь дальше тут будет 1 шестая, 1 шестая, здесь будет 2, здесь будет 2 минус модуль x в кубе, это при x по модуль между единицей и двойкой. Ну и 0, если модуль x больше или равен 2. Так, давайте посмотрим, значит, в точке единица, в точке единица, тут 1 шестая, да, должна быть, я вот тут со знаком просто не уверен. 1 шестая, 1 шестая, это будет 1 вторая и 2 трети, это будет 7 шестых, 7 шестых минус единица, да, 1 шестая. Все написано правильно, значит, все написано правильно. Итак, давайте посмотрим, каким условием удовлетворяет вот эта вот функция. Итак, в точке 0, в точке 0 она равна 2 трети, берем, берем производную, производная равна нулю, производная равна нулю, так, вторая производная, так, со второй производной тут непонятно, вот может быть, может быть со второй производной я тут неправильно сформулировал. Ну, сейчас мы посмотрим. Итак, давайте так вот, значит, одно условие у нас выполняется, дальше, так, здесь у нас будет, в точке 2, в точке 2 у нас функция равна нулю, производная, производная равна нулю, вторая производная тоже равна нулю, то есть здесь все нормально, вот с этой точки, значит, у нас три условия выполнены, теперь вот с этой точки, что у нас будет, у нас есть условия непрерывности, у нас есть условия непрерывности, так, и первая, первая производная должна, первая производная должна быть непрерывна, значит, значит, производная чему будет равна, минус 2, ну, в точке единицы я сразу, плюс 3 вторых, да, плюс 3 вторых, это здесь я, это должно быть равно, опять, 1, 1, 2, ага, ну, равно 1, 2, да, то есть первая производная непрерывна, теперь давайте проверим вторую производную, если мы берем вторую производную, значит, вторая производная здесь тоже будет непрерывна в этой точке, вторая производная в этой точке тоже будет непрерывна, так, и здесь у нас на самом деле, вот здесь вторая производная, вторая производная, вот здесь не равна нулю, То есть вот это условие я написал лишнее. Значит, вторая производная в точке ноль не непрерывно. Это я пытаюсь объяснить, откуда взялись эти условия. Ну вот оказывается, что в этом случае... Ну давайте посчитаем производную в точке ноль. Первая производная это 2х будет, вторая производная значит минус 2. А здесь мы берем первая производная, это будет плюс 3, плюс будет 3 вторых, 3 вторых, тут будет квадрат, плюс 3. Производная будет просто равна единице. Производная будет равна единице. То есть в точке ноль мы просто четко сберем. Здесь есть условия нормировки. Здесь есть условия нормировки. А именно, что функция b должна правильно аппроксимировать единицу в целых точках. То есть что имеется в виду? Имеется в виду, что сумма b от x минус n по n, это в целых точках равна единице. В целых точках это равно единице. Ну вот, ну действительно, если мы посмотрим, тут в точке ноль это 2 трети, а в двух соседних точках, а в двух соседних точках у нас по 1 шестой. Вот здесь она принимает значение 1 шестая, здесь 1 шестая. То есть за счет, когда мы сдвигаем, и эта функция фенитная. Эта функция фенитная. Вот она как-то так вот устроена. Ну и тут, соответственно, вот такая шапочка получилась. Получается вот такая шапочка. Ну а дальше делается, а дальше делается следующее. Вот функцию я выписал, да. Ну можно воспринимать это как, ну как аксиому. Вот взяли функцию. Ну я пытался просто объяснить, откуда эта функция берется. А теперь мы делаем следующее. Мы полагаем, мы полагаем, так, по определению, аппроксимационным сплайном. Ну а теперь мы полагаем, а теперь мы говорим такие слова, что сплайном, аппроксимационным сплайном, ну он записывается так, B, да, так, со значком K, да, от X. Это, так, сейчас тут с обозначениями надо сообразить, как лучше, да. Вот аппроксимационным сплайном называется функция, K это просто номер, это не производный, это номер. Итак, вот эта функция, она устроена так. Ну давайте тут напишем, ну двойку я поставлю. Это просто по определению, будет так, сумма, какие-то коэффициенты, альфа, житая, от K, они зависят, эти коэффициенты, а тут будет B от X минус GH делить на H по G от минус минус 2 до N большое плюс 2. Так, теперь надо определиться вот с этими коэффициентами альфа, житая. Надо определиться, итак, K у нас, K это просто индекс, равно 1 или 2. То есть, то есть, единица или двойка, это зависит от того, как мы альфа, житая выбираем. Итак, в первом случае, значит, в первом случае мы выбираем, в первом случае мы выбираем альфа, житая. Итак, давайте я вот это сотру, так, чтобы можно было. Вот, итак, вот у нас есть, вот у нас есть точки, да, вот точка Xn, равномерная сетка. Мы берем еще, еще-еще берем два узла, Xn плюс 1 и Xn плюс 2. И доопределяем функцию, значит, строим, дальше вот так, я напишу, итак, строим, Ну, давайте для правого конца строим интерполяционный многочлен Лагранжа по узлам. По узлам, по узлам, каким? Xn, Xn минус 1, Xn минус 2 и Xn минус 3. Все, построили. И дальше мы полагаем значение, дальше мы полагаем значение функции. Итак, полагаем. То есть, ну, просто волевым усилием. Волевым усилием. То есть, на самом деле, это, конечно, не так. Но мы считаем, что F от Xn минус 2 равно L3 от Xn минус 2. Ну, и, соответственно, в точке Xn минус 3 то же самое. n минус 3. Так, извините, неправильно написал. Тут же у нас все известно в этих точках. n плюс 1. n плюс 1, конечно. А тут n плюс 2. И так, мы взяли, мы взяли, продолжили, мы взяли, продолжили, продолжили функцию вот в этих узлах с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа. Ну, слева делается все то же самое. Итак, в первом случае, в первом случае, то есть у нас, в первом случае, мы полагаем, альфа житое 1 равно, ну, просто значение функции F от X житое. Это в первом случае, а во втором случае мы делаем еще некоторое сглаживание. Мы делаем еще некоторое сглаживание, а именно, альфа житое 2, это будет равно коэффициент, там так, 8, F от X житое, да, минус F от X жи минус 1, минус F от X жи плюс 1, и делить это все на 6. Дальше мы делаем следующее. Дальше мы считаем, что у нас F продолжено везде. Итак, в первом случае мы просто полагаем, мы полагаем тупо в лоб, мы считаем, что значение альфа житое это просто значение функции, вот, это в первом случае. А во втором случае мы берем даже какое-то усреднение. Так, вот что здесь нетривиального? Вот в первом случае, да, все тривиально, ну, это то, что является естественным. Во втором случае, вот здесь надо было подобрать вот эти вот веса. То есть, ну, например, для меня, для меня вот здесь что не очевидно, ну, с какой стати надо брать 8, и тут знак минус ставить, и тут минус. Я бы поставил так, ну, я бы поставил 4, 1, 1, а тут 8, минус 1, минус 1, вот. Ну, это связано, ну, как, надо было угадать. Ну, попробовали один вариант, попробовали второй вариант, третий. Наконец-то для этого случая удалось доказать теорему. Ну, сказали, вот так и должно быть. Итак, оказывается, что в первом случае у нас выполнена оценка. Итак, в первом случае у нас будет выполняться оценка. Извините, пожалуйста, а вообще у нас потеряние по случаю, оно почему происходит? То есть, вот мы взяли и продолжили функцию, а дальше как у нас, почему, как мы разбили, в каком принципу у нас случая? Ну, вот смотрите, вот эта вот функция, как она устроена? Вот если у нас, вот если у нас точка, если у нас точка x, если точка x, она расположена, ну, где-то вот здесь, да? Ну, так, сейчас красным нарисую, так, чтобы было видно. Вот пусть точка x, да? Вот она. Вот на этом отрезке. А b, b, b это у нас функция, у которой носитель, у которой носитель находится только на четырех отрезочках. То есть, он локальный. Это означает, что когда мы суммируем здесь, здесь стоит вот, ну, такая сумма большая, да? Но на самом деле для каждой точки x, для каждой точки x, у нас только конечное число, ну, типа там, ну, не больше четырех. Не больше четырех участвует, вот. То есть, это означает, что, что вот мы получаем точки, да? И мы сразу можем строить вот эту вот функцию b2k от x. Мы ее сразу можем строить. То есть, ну, грубо говоря, вот мы сделали графопостроитель, там поставили микросхему нужную, которая вот это вот все делает. Поступила новая точка, мы раз, продвинулись чуть подальше. Поступила еще одна, ну, в прибор можно это ставить. То есть, если мы хотим, чтобы прибор, ну, если вы видели графики, вот как приборы работают, ведь это на самом деле, если вы никакого сглаживания не производите, то у вас там просто вот такие осцилляции, они вообще все, ну, шумы всегда там есть. А сплайн, он, кроме всего прочего, ну, то, что он аппроксимирует там гладкие функции, вот, кроме этого, он еще обладает свойствами сглаживания. То есть, вот он, вот эти вот осцилляции, он их просто, ну, как-то убирает. Вот, поэтому, ну, вот это можно использовать, ну, при построении, скажем так, графиков. При построении графиков, вот. Ну, вот в настоящее время, я честно скажу, я просто не знаю, что там, на какой основе это делается, может, кривые без Е, там, еще что-то. Ну, в общем, графики сейчас научились рисовать, ну, вы сами видите, вот, запускаете вольфрам, и у вас там такие красивые картинки получаются, ну, все замечательно. Вот, ну, скажем, там, лет 50 или 40 назад это была проблема. Это была проблема, вот, научиться хорошо рисовать графики по функции. Так, ну, вот оказывается, что для аппроксимационных сплайнов тоже имеет место, тоже имеет место теорема. А именно, для первого случая, ну, если f обладает достаточной гладкостью, то для первого случая, там, f кат, значит, от x минус b2 1 от x, ну, тут c 0,1. Это будет меньше равно, ну, какая-то константа, которая зависит от гладкости f на h в степени 2 минус k, да. Ну, k в данном случае 0,1, да. То есть оказывается, что аппроксимационные сплайны, они тоже аппроксимируют не только функцию, но и производные. А во втором случае оценка будет, ну, смотрите, тут затрат совсем мало, да, ну, коэффициенты просто по-другому, ну, что тут, 3 операции на точку, 3 операции на точку мы сделали, это ерунда. И оказывается, что оценка будет точно такая же, как и для интерполяционных сплайнов кубических. 2 от x, c 0,1, меньше равно c на h в степени 4 минус k. Ну, k уже от 0 до 3. Вот имеет место такая оценка. Так, доказывать мы это не будем. Это вот просто надо знать, что... Ну, вот я помню, когда начинался, ну, вы знаете, вот в математике, как и, в общем, во всей нашей жизни, есть понятие моды. Вот, ну, вот, в частности, в вычислительной математике в 70-х годах была мода на сплайны. Считалось, что это вот панацея, и с помощью сплайнов мы вообще решим все задачи. Все. Ну, она там продолжалась где-то лет 10, ну, потом как-то так, ну, что-то было сделано, потом все сошло на нет. Ну, это как обычно. Скажем, в 60-х годах было очень популярно заниматься там алгеброй и топологией. Вот алгебра, топология, это вообще было все. Теория вероятности, это были уже люди, там, и мат-анализ, это были люди такие, ну, скажем так, менее достойные. Вот. Ну, про вычислительную математику вообще говорить нечего. Вот. Тогда считалось, ну, неприличным заниматься прикладными вопросами. Вот. Сейчас как-то, ну, крен произошел в обратную сторону. Наоборот, все кинулись как-то в прикладные области. Вот. Ну, по-видимому, самое хорошее, это золотая середина, как всегда. Ну, вот сейчас я хочу рассказать, ну, это считается самым выдающимся результатом вычислительной математики 20 века. Вот. Я буду рассказывать об алгоритме, который называется быстродискретное преобразование Фурье. То есть быстродискретное преобразование Фурье, это просто алгоритм. Алгоритм суммирования ряда Фурье. И ничего больше. Вот. То есть, ну, давайте начнем с тригонометрической интерполяции. Итак, начнем с тригонометрической интерполяции. Итак, пусть у нас есть отрезок, пусть у нас есть отрезок 0,1. Разобьем этот отрезок сеткой, разобьем этот отрезок сеткой шагом h. Так, 0,1. Разобьем отрезок равномерной сеткой шагом h, равным единице на n большое. Вот. И пусть у нас есть функция f от x, ну, чтобы там ни о чем не думать, я буду предполагать, что пусть эта функция будет непрерывно дифференцируема. Этого хватит. Этого хватит. Этого хватит. Ну, если, итак, если есть функция f от x такая, что интеграл от нуля до единицы модуль f dx существует, тогда функция f можно сопоставить ряд фурьер. Итак, функции f от x мы сопоставляем ряд фурьер. Значит, сумма по, так, индекс надо выбрать, ну, давайте, сумма по. Нет, ну, можно поставить равенство. Можно поставить равенство. Ну, я пока буду писать вот такой значок, значит, это будет суммирование по n. Здесь будет стоять так, ну, что-то мне хочется k все-таки написать, да, из общих соображений. Суммирование по k, значит, тут будет стоять f катая, e в степени 2π и kx. Ну, поскольку ряд, поскольку, итак, если функция, если функция непрерывно дифференцируема, то, значит, вот это соответствие можно написать просто равенство. Можем написать просто равенство. Итак, давайте будем считать вот в этой формуле, да, итак, если f непрерывно дифференцируема, на самом деле мне надо считать, что f от x непрерывно дифференцируема. Ну, тогда что я могу сделать? Тогда я могу, тогда я в целых точках, в целых точках, вот в узлах сетки, я могу записать, ну, первое, что я хотел заметить, если f непрерывно дифференцируема, то ряд сходится, ряд сходится абсолютно. Ряд сходится абсолютно. То есть отсюда будет следовать, что ряд сумма f к а т сходится абсолютно. Это, это понадобится в дальнейшем, ну, это означает, что члены ряда можно переставлять, то есть суммирование можно производить в произвольном порядке. Итак, пусть у меня x, пусть у меня x равно n h, да, тогда я могу записать, f от x равно сумма по k, да, f к а т, здесь будет e в степени, 2 pi, 2 pi, здесь будет стоять k, а здесь будет стоять n h. Ну и теперь давайте представим k по модулю, k представим по модулю n большое. k равно по модулю n большое. Это, ну, скажем как-то так, k1, k1, n большое, плюс k2. И k2, это у меня остаток от деления k на n большое. Значит, k2 у меня меняется от нуля до n большое минус 1. Вот n большое минус 1. Ну, в этом случае я могу записать это все. Ряд сходится абсолютно. Поэтому по теореме Риммана я могу члены ряда переставлять как угодно. вот это существенное замечание. Итак, тогда я могу записать, что это будет равно k2 у меня меняется от нуля до n большое минус 1. Сумма по k1, здесь будет у меня стоять f, скобочку я открою, f, k1, n большое, плюс k2, на e в степени. Тут я пишу, что 2pi, k1, n большое, плюс k2, так, сейчас, я продолжу вот здесь справа, я продолжу справа, умножить на n и умножить на h. Сумма по k1, конечно, да, спасибо. Теперь смотрите, я утверждаю, я утверждаю, что вот этот вот член можно убрать вот в этом выражении, вот скобочку я закрою, и вот этот вот член можно убрать. Ну почему? Потому что e в степени 2pi k1, ну на n, на n, на n большое и на h, вот это вот у меня просто равно единице, ну и у меня получается e в степени 2pi, целое число. Это просто равно единице, это просто равно единице. Значит, я могу написать, что это будет, так, смотрите, то есть член, который содержит k1, я его могу просто удалить. И у меня получается, что это равно сумма по k2 от 0 до n большое, n большое минус 1, скобку открыл, сумма по k1, summa по k1, f, k1, n большое плюс k2, да, умножить на e в степени 2pi i, k2, k2, x. То есть вот этот вот коэффициент, да, ну я просто беру все коэффициенты, суммирую, я беру все коэффициенты, вот которые в круглых скобках, я их все просуммировал, и давайте я обозначу их какой-то буквой. Так, то есть от k1 здесь зависимости нет, вот этот коэффициент зависит только от k2. Итак, ну я напишу, что это по определению равно f от k2, да, fk2. Итак, что я доказал? Я доказал, что если у меня функция f непрерывно дифференцируема на отрезке, на самом деле условия, условия можно другие поставить, более слабые, но у меня достаточно того, что функция непрерывно дифференцируема. Оказывается, что в узлах равномерной сетки, в узлах равномерной сетки имеет место равенство, имеет место равенство f от x, f от x равно сумма по k. Ну я оставлю, значит, обозначение, я просто переобозначу так, чтобы мне удобнее было. По k, ну k2 я обозначу опять через k. По k от 0 до n-1, f, ну это, вот это все я обозначу еще раз, ну вот так вот, fKt на e в степени 2π и kx, x равно nh. Так, ну а теперь давайте рассмотрим ситуацию, теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда у нас функция задана просто, f это просто функция дискретного аргумента, то есть f задана на сетке. Итак, вот у нас есть сетка, функция f задана вот здесь. Ну а теперь дальше, предположим, что f задана на сетке, да? Ну и периодически она продолжается с периодом 1. Я утверждаю, что для сеточной функции, то есть для функции, которая задана на сетке, имеет место вот эта вот формула. Так, ну давайте докажем это. Каким образом? Используем популярный в математике предъем. Сведем задачу к предыдущей. Ну, каким образом? Вот я нарисую просто картинку, да? Вот у меня есть отрезок 0,1. Вот у меня, ну какие-то значения, да? Вот я взял, вот у меня заданное значение функции. Вот. Я что сделаю? Ну, я просто построю функцию, я построю функцию, непрерывно дифференцируемую, которая в узлах сетки принимает заданное значение. Ну, каким образом? Ну, возьму вот здесь вот так вот, раз, да? Здесь вот так вот, вот так. Ну, прямые вот так, параллельно оси x проведу, ну, а дальше соединю их каким-то гладким способом. Ну, способом множества. Ну, как-то вот так. Все. Вот этот процесс называется, вот этот процесс называется восполнением. Этот процесс называется восполнением. Вот. Ну, и сделаю так, чтобы она была там непрерывно дифференцируемой. Непрерывно дифференцируемой, да? Вот я сделал. Для этой функции у меня, по доказанному, для этой функции у меня выполнено вот это равенство. Ну, все, значит, все, то есть вот и все доказательства. Вот. Ну, вот это вот, итак, мы получили вот формулу. Итак, если f это функция дискретного аргумента, то оказывается, что она может быть разложена в конечный ряд фурье в узлах сетки. Так, теперь вопрос. Как находить коэффициенты f катае? Для этого я введу скалярное произведение. Итак, я введу на множестве сеточных функций. Нет, ну, мне самое главное, на самом деле, вот я говорил такие слова, что функция f является непрерывно дифференцируемой. На самом деле это не важно, мне же важно, чтобы эта функция в узлах сетки можно было написать равенство в узлах сетки. То есть можно было вместо непрерывной дифференцируемости сказать, что пусть в окрестности каждого узла сетки функция является непрерывно дифференцируемой. Вот это надо сказать. Все, этого достаточно. А дальше вот я делаю вот этот процесс восполнения. Ну, я самый примитивный сделал. Ну что, вот у меня задано значение функции в точке. Я взял просто провел вот так, вот так вот. Вот так ее продолжил. Здесь как-то продолжил. Ну, здесь можно как угодно. Ну, по большому счету, я даже могу вот так вот сделать. Вот такую вот ступенчатую функцию сделать. Но самое главное, чтобы в окрестности каждого узла сетки функция была непрерывно дифференцируемой. Ну, тогда я могу написать равенство, ну и все. Для вот этой функции у меня все доказано. Вот, я могу написать равенство, ну и все. Ну, что и требовалось доказать. То есть я взял произвольную сеточную функцию и представил ее в виде конечного ряда фурьер в узлах сетки. Дальше что? Вопрос, как находить вот эти коэффициенты fk? Как находить коэффициенты fk? Ну, давайте так. На множестве комплекснозначных функций. Итак, на множестве комплекснозначных функций. На определенных на сетке. Так, такие 0, h и так далее. Последнее будет n-1h. Введем скалярное произведение. Скалярное произведение. По формуле f на g по определению, по определению это будет сумма, по g от 0 до n-1, h, f от g, h, g с чертой. Черта – это комплексное сопряжение. Черта – это комплексное сопряжение от g, h. Так, здесь стоит нормировочный множитель h. Зачем он стоит? Ну, за тем, что если f и g являются следами, являются сужениями функций, непрерывных функций f и g на сетку, то вот то, что здесь стоит, оно стремится просто к интегралу. Это просто нормировочный множитель. Это стремится к интегралу. Ну, в данном случае от 0 до 1, f от x, g с чертой от x до x. Сейчас, извините, то есть единицу мы не включаем в области, правильно? Единица, там дальше функция периодически продолжается. Да, она периодически продолжается. Итак, я утверждаю, что в этом скалярном произведении, и так, утверждение, утверждение. Система функции e в степени 2π и kx, да? Итак, система функций орто-нормирована. Порто-нормирована. Доказательство просто в лоб. Давайте проверять. Давайте проверять. Проверяем. Итак, e в степени 2π и kx, умножить скалярно на e в степени 2π и mx, это равно по определению, это будет сумма, сумма по g равным от нуля до n минус единицы, да? h, e в степени. Здесь комплексное сопряжение надо поставить. Раз комплексное сопряжение, тут надо поставить просто знак минус. будет значит, что 2π и i в скобках будет k минус m, ну и x это gh. g h, ну это у меня что стоит? Давайте смотрим, что у меня здесь стоит. Здесь у меня стоит просто геометрическая прогрессия. Итак, два случая рассматриваем. Первый случай. Итак, первый случай. k равно m. k равно m. Ну тогда что мы получаем? k равно m, e в степени 0. Это единица. h просуммировано n большой раз. То есть получается единица. Значит получается что? Единица. Теперь, k не равно m. k не равно m. Тогда здесь у нас стоит не что иное, как геометрическая прогрессия. h это сумма геометрической прогрессии. g с показателем, с показателем, с показателем, с показателем e в степени 2π и i k минус m h. Ну что, геометрическую прогрессию мы суммировать умеем. Значит, если мы ее просуммируем, то что у нас будет стоять? Будет стоять сумма. Сумма будет стоять. h будет стоять. Так, при g равном нулю мы получаем единицу. При g равном нулю мы получаем единицу. И следующий член будет. Значит, итак, при суммировании мы получаем е в степени 2π и k минус 1, k минус m, h, и умножить на следующий член, следующий член это будет n, минус единица. Ну, делить там на это самое, делить на единица минус там показатель, да, е в степени 2π и k минус m, h. Так, ну вот это, поскольку h, на n большое, это у нас единица, то е в степени 2π и целое число, это равно единице. То есть мы получаем просто ноль. Итак, утверждение доказано. Утверждение доказано. Знаменатель не нужен. То есть числитель равен нулю. Вот здесь. Нет, ну и множитель он тут, ну неважно. Вот, как бы мы не определили. Ну, h это просто нужно, ну оно нам понадобится в дальнейшем. Ну для этого h было нужно, чтобы получить единичку. Вот. Ну всё. Значит отсюда понятно, отсюда понятно, как получать, отсюда стало понятно, как получать коэффициенты афкаты. Давайте скалярно умножим. Итак, у нас значит есть вот такая формула. Давайте скалярно умножим скалярно на умножим скалярно на е в степени 2π и kx. Значит, поскольку у нас система ортонормированная, значит, всё у нас в правой части уничтожится, кроме, ну, индекса, кроме индекса k. Ну, остаётся fкатая. А слева, ну, здесь получаем fкатая, равно скалярное произведение f на е в степени 2π и kx. Ну, это просто будет сумма. Сумма. По g от нуля до n большой минус 1. Да? Здесь будет стоять h. f от g h. f на е в степени. Значок сопряжения ставим. Ставим сопряжение. Е в степени минус 2π и k g h. Итак, у нас есть две формулы. У нас есть две формулы. Давайте вот эту формулу поставим в цифру 1, а вот эту поставим в цифру 2. Да? То есть мы находим коэффициенты разложения в дискретный ряд фурье. И дальше обратно это восстановление функции по значениям коэффициентов ряда фурье. Вот первая формула называется прямым дискретным преобразованием фурье. Значит, это дискретное преобразование фурье. Это преобразование так, дискретное, дискретное, преобразование фурье. Ну а это, соответственно, обратное, обратное, дискретное преобразование фурье. Так, ну а теперь я, собственно говоря, сформулирую результат. Вот сегодня мне его доказать не удастся уже по причине времени. Но я просто хочу его, значит, сформулировать. Итак, смотрите. Ну, предположим, что мы будем вот... Давайте посмотрим на формулу 2. Ну просто попроще. Итак, предположим, что у нас все коэффициенты известны. Все коэффициенты известны, и мы хотим восстановить функцию по известным коэффициентам ряда фурье. Итак, посчитаем количество арифметических операций, которые нужны для этого. Итак, в каждой точке, в каждой точке, в точке x для того, чтобы восстановить функцию. Ну что надо сделать? Ну, экспоненты мы считаем, что это все у нас известно. Экспоненты у нас все известны. Значит, надо сделать по порядку n большой операций. Итак, если коэффициенты у нас известны, мы должны сделать O от n операций, да? O от n операций в каждой точке. В каждой точке. Таких точек всего n большое. Значит, общее количество операций будет O от n квадрата. Ну вот, по-моему, где-то в 66-м году, по-моему, в 66-м году, еще два американца, я даже не помню их фамилии, но вот, по-моему, два американца было, они предложили алгоритм, который называется быстрым дискретным преобразованием фурье, то есть это алгоритм суммирования ряда. Вот как суммировать этот ряд, который требует не O от n квадрат операций, а O от n логарифм n операций. Ну вот, оказывается, что существует алгоритм суммирования ряда фурье, который требует n логарифм n операций. Этот алгоритм называется быстрым дискретным преобразованием фурье. Ну, аббревиатура такая, FFT, да? FFT. Fast Fourier Transform. Это вот такая стандартная аббревиатура FFT, которая принята во всем мире. Вот этот алгоритм, ну, значит, как там в рекламе у нас говорится, почувствуйте разницу между n квадрат и n логарифм n. Ну, давайте посмотрим, вот пусть у нас n равно 1000. Пусть n равно 1000. Ну, значит, что получается? Здесь стоит миллион, здесь стоит миллион, а здесь стоит 10000. То есть сокращение, сокращение сразу же в 100 раз. premix. То есть алгоритм суммирования, он позволяет, алгоритм суммирования, вот это быстрое преобразование, быстрое дискретное преобразование FURYE. Быстрое дискретное преобразование FURYE. Он позволяет существенным образом сократить количество операций. А обычно вот этот алгоритм суммирования, он применяется не один раз, а он применяется в цикле, то есть его надо применять очень много раз, и каждый раз вы имеете сокращение. В следующий раз я просто расскажу про то, как выглядит этот алгоритм, а сейчас вот у меня есть еще тут две минуты, но я просто расскажу историю, которую я слышал, но сам я не читал. Вот у меня знакомый, правда связь с ним потеряна давно, в 80-х годах он утверждал, и так я сказал, что вот этот алгоритм, он был опубликован в 66-м году двумя американцами, и это считается самым большим достижением вычислительной математики. Именно алгоритм, ничего больше не теорема, ничего. Вот алгоритм. Вот у меня знакомый, он утверждал, что он читал статью в записках Петербургского математического общества за 1908 год, где-то вот в это время, где этот алгоритм просто был описан в чистом виде. Вот он говорил, что он лично это читал. Вы знаете, я ему как-то поверил по одной простой причине, что этот алгоритм нужен только тогда и только тогда, когда есть компьютеры. То есть могли опубликовать в 1908 году и потом очень удачно забыть, поскольку компьютеров не было, а без компьютеров он не нужен. То есть никто не использует. Ну вот на следующей лекции я еще прокомментирую так чуть-чуть, почему этот алгоритм нужно использовать именно на компьютере. В ручном счете, ну там всегда-всегда ошибешься, вот, то есть в этом сомнений как раз нет. Так, ну что, все, спасибо, так, на сегодня закончили, значит, на следующий раз я это просто вот продолжу и расскажу, как выглядит этот алгоритм. Все, спасибо, до свидания. Спасибо.